В Новосибирске продолжается декада пожилого человека. Среди мероприятий для людей старшего поколения не только концерты и другие культурные события, но и всесторонняя информационная поддержка. Так, Пенсионный фонд разместил мобильный консультационный пункт в Центральном парке. Работают специалисты и на других площадках. На одной из них побывала Елена Богатырева. Сегодня в Государственном концертном зале имени Катса в рамках декады пожилого человека проходит концерт. И здесь же работает мобильная клиентская служба Пенсионного фонда. Легко узнаваемый логотип и все консультации по пенсии прямо на месте. Передвижной пункт не уступает полноценному отделению. Два рабочих места для сотрудников, клиентам есть куда присесть и где разложить документы. Первые посетители приходят сразу к открытию. Я не знал срок выхода на пенсию свою на самом деле. Мне здесь объяснили, что трудовой стаж 42 года является поводом выхода на пенсию. Ответят по телефону. Я дала данные, задала вопросы, согласуют в пенсионном отделении. Я надеюсь на положительный ответ. Такой передвижной пункт может принять до 20-25 человек в час. На деле бывает и больше. Если вопрос не по адресу, специалисты рассказывают, куда обратиться. Я являюсь опекуном моей бабушки. И, конечно же, хотелось бы получать какие-то скидки на лекарственные средства. Вроде как есть они, скидки. Я заходил в интернет, но подробной информации не знаю, где найти. Вот сейчас вот отправили в соцзащиту. Самый частый вопрос – размер пенсии. У кого-то затерлась запись в трудовой, кто-то пришел на консультацию без документов. В таких случаях придется обратиться в отделение. По крайней мере, приятно, что что-то заботятся о нас, думают о нас, о пенсионерах. Передвижной консультативный центр сопровождает крупные мероприятия декады пожилых людей. У нас выезды не зависят от температуры окружающего воздуха. Поскольку иногда мы планируем выезд заранее и сложно предугадать, какая будет погода. Дождь это будет, либо это будет похолодание резкое. Мы все равно выезжаем, если мероприятие запланировано. Найти расписание предстоящих выездов мобильного клиентского пункта можно на сайте пенсионного фонда. В меню необходимо выбрать Новосибирскую область. Информация будет в разделе новостей. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости.